Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48-300 и 48-333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Уборка мусора – дело благородное, только в последнее время еще и злободневное. Автомобиль на штрафстоянке – как наказание за неправильную парковку. Спортивные семьи Анапы поддерживают здоровый образ жизни. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Вопрос о ситуации, сложившейся в городе в начале года с новой практикой начисления тарифов по вывозу мусора, был вынесен на заседание Президиума Совета Муниципального образования «Город-курорт Анапа». Депутаты попытались разобраться, законны ли были действия ОАО «Коммунальщик» и «Анапа-благоустройство» по введению новой системы оплаты за вывоз мусора. Открывая заседание, председатель Совета Леонид Иванович Кочетов подчеркнул, что действующие по сей день тарифы вывоза мусора утверждены были решением Совета 31 октября 2012 года. О том, что они изменились, узнали все с удивлением. Ни Совет, ни администрация, ни уполномоченные органы администрации Краснодарского края на этот счет решений не принимали, не только не принимали и не рассматривали этот вопрос. На вопрос, как же такое стало возможным, попытался дать объяснение руководитель ООО «Коммунальщик» Валерий Калнаузов. «В 2013 году мы получили в свой адрес коммунальщика от Анапа благоустройства и Сити Кристалла уведомление о том, что договор по перевозке мусора с 1 января 2014 года будет изменен. В виде в каком? Значит, мусор будет производиться с вывоз, с, будем говорить, не с человек, как это предусмотрено, раньше был тройственный договор, а будет с фактор, который будет находиться на контейнерных площадках. Сегодня, согласно жилищного кодекса, можно определиться и с квадратного метра, и можно определиться с человеком. Когда мы сделали расчет с человеком, у нас получился тот фактически объемный вывоз мусора, который он получился в 3-4 раза больше, чем была вообще первоначальная стоимость 50 рублей, когда предоставляли ему услугу для населения». Вот оно оказывается, что квитанции с зашкаливающими суммами за вывоз мусора – это забота о нас же с вами, дорогие намчане. И тем более нам надо войти в положение ООО «Коммунальщик», потому что… «Сегодня коммунальщик даже не только головная боль от этого мусора, мы еще и даже несем затраты. Почему затраты несем? Сегодня мы собираем денежные средства через банки, через РКЦ. Мы сегодняшнее даже эту услугу оплачиваем за население». А сегодня, оказывается, работа по учету мусора уже налажена так, что объемы вывозимых отходов даже с домкомами подписываются. На счастье, председатели домовых комитетов тоже были на заседании. «Кто у нас не подписывал? Во-первых, у РКЦ мы оплачиваем сами. Мы отчисляем РКЦ каждый месяц на РКЦ. Кто же вы это отплачиваете?» При этом и Колноузов, и Бузунова настаивают на одном и том же. «У нас в городе 17 управляющих компаний. Со всеми управляющими компаниями, начиная с 12-го года, компания «Сити Кристалл» работает по парку. Пока еще ни в одной компании не было жалоб от жителей. То есть это нас впервые. Но насчет жалоб я бы так решительно не утверждала. Депутаты тоже люди, живут они в таких же домах и о качестве вывоза знают не понаслышке. Если новогодние елки все еще валяются на захламленных мусорках, мы их снимали сразу после заседания, то можно ли поверить в ежедневный мониторинг, да еще с домкомами, о котором так много на заседании говорили и Колноузова, и Бузунова. Ни один руководитель этих предприятий не признал своих незаконных действий. Они попросту валили все друг на друга. То есть получается интересная ситуация. Коммунальщик не поднимал, «Сити Кристалл» не поднимал. Они оба не поднимали. А кто тогда? Наверняка за последние годы это заседание Президиума Совета было самым жарким. Потому что объяснение руководителей и юриста только заводили в тупик депутатов. Что уж говорить о людях, негодование которых в многочисленных жалобах доходило до крайней точки. Они должны произвести замеры фактически вывезенного мусора. То, что не было выведено. Почему пошли возмущения жильцов? То, что к ним пришли квитанции, а в народ никто не вышел, до ушей никто не довел. Итак, предлагаю проект решения из двух пунктов. Первое. Обратиться в Набческую репрессу районную прокуратуру с заявлением о проверке на наличие в действиях предприятий признаков административных правонарушений и мошенничества. А также рекомендовать ООО «Коммунальщик» и ООО «АНАПА благоустройство» отозвать у населения платежной квитанции за январь 2014 года. Любовь Евсеева, Алексей Мухортов. Специально для «АНАПА-регион». «АНАПА» – самое яркое солнце России. В 21-й раз в селе Витязево открылась международная выставка ярмарка путевок, услуг и качественных кубанских продуктов. Представители «Атамани» привезли мини-парк, представили комплекс ярко и хлебосольно и поделились рецептом самого старого салата на Кубани. Огурчик, картошка и пережаренный лук. Здесь больше и растительного масла. Здесь ничего другого нет. Картошка в предварительном мандирах варила? Конечно. Потом крошеная. И масло с заморкой. И масло, да, да, да. Заморские гости, воздушная фея и пират Карибского моря приехали себя показать и на других посмотреть. Знакомились с участниками выставки и раздавали информационные буклеты о своей компании. Рекламная кампания прошла успешно. Реклама, продвижение услуг и новые договоры о сотрудничестве – главная цель международной выставки ярмарки. В первый день работы и в день открытия ярмарки участников и гостей поздравили с началом нового сезона высокопоставленные гости. Почетную миссию открыть 21-ю международную выставку «Анапа. Самое яркое солнце России» выполнил мэр Анапы Сергей Сергеев. Мне как главе муниципального образования, как главе детского курорта, курорта семейного отдыха, конечно же, очень приятно, что вы совместили свою работу с теми событиями, которые происходят сегодня в нашей стране. Я говорю о олимпийских играх, о 22-х олимпийских играх в Сочи. Хочу пожелать ярмарки, благотворной работы и, самое главное, получения положительных эмоций вам, уважаемые участники и гости, от работы в добрый путь. Анапская выставка совершенно уникальна. Она заняла свою нишу, она представляет продукт детского семейного отдыха, открывает практически сезон для Анапы и для черноморских курортов, и поэтому она и эффективна, и, надеюсь, для вас будет результативна. Уважаемые анапчане, гости курорта, позвольте мне вас приветствовать от лица председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Андреевича Бекетова. За прошедший год вся туристическая отрасль, курортная туристическая отрасль, принесла свой весомый вклад – это 2,8 миллиарда рублей. На наших курортах побывали более 11,5 миллионов россиян. И то, что Сергей Павлович сказал, что сегодня все взоры прикованы к Олимпиаде, наверное, это позитивный момент, потому что после Олимпиады люди захотят к нам приехать. И я думаю, что вы к этому абсолютно готовы, ждете гостей. С учетом абсолютно такого гостеприимного характера анапчан мы достойно с этим справимся. В рамках 21-й международной выставки проведут открытые круглые столы и семинары для предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса. Очень хочется, чтобы каждый из вас нашел на этой площадке тех людей, с кем будет работать долго, плодотворно и взаимовыгодно. Хочется, чтобы здесь вы заключили те договора, которые вам принесут и благодать, и благоденствие, и самое главное, конечно, доход, чтобы мы как пополняли бюджет края и города, так и пополняли. Высокий курортный сезон в Анапе начинается в феврале. В последний месяц зимы самое яркое солнце России в Анапе сияет особенно ярко. Участники международной выставки, как старые друзья, каждый год презентуют свои продукты, услуги и предприятия. Представители крупных компаний называют ярмарку ярким событием и стартом выгодных контрактов. Такие выставки нужны, только нужно их модернизировать, на мой взгляд. Каким образом? Ну, привлечь новую аудиторию. Я думаю, за границей надо кого-то привлекать. Заключить договора, которые ранее были оговорены, в Анапе, на выставке, уже непосредственно тут, где находятся объекты, заключить, подписать договора, еще раз проговорить условия работы. За 21 год на ярмарке 17,5 тысяч предпринимателей представили свою продукцию. 21-я международная ярмарка пройдет в Анапе с 12 по 14 февраля. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Улица Горького – пешеходная зона. Здесь нельзя парковаться и движение автотранспорта запрещено. Исключение только для автомобилей, проезжающих к месту проживания или работы. Все остальные нарушители парковки могут сразу искать свой транспорт на штрафстоянках. В городе работает эвакуатор. Знаки, установленные на перекрестке улицы Крымской, запрещают парковку на обочине вниз к морю по улице Краснодарской и далее на улице Горького. Постоянный патруль ГИБДД в этой курортной части Анапы контролирует ситуацию на дороге и предупреждает нарушителей. Последний неправильно припаркованный автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. На улице Горького водители, заезжающие туда, нарушают правила дорожного движения, в частности дорожного знака 327, также дорожной разметки 1.4, что нарушает, попадает под статью 12.16.4, предусмотрено наказание за которую, штраф полторы тысячи. Такое же наказание за нарушение парковки ждет каждого водителя, кто вышел из автомобиля на минуточку, а оставил на весь день. Поддержать нашу олимпийскую сборную жители станицы Анапска решили по-своему. Работники станичного дома культуры, представители территориальных органов самоуправления организовали соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья». На старт вышли три команды. Команда под названием «Огонь» семьи Кульбякиных-Крастелевых заслужила первые аплодисменты своим олимпийским приветствиям. Мы лучше, да, мы огонь. К нам не подступись, нас не тронь. Победим и летим, как пламя. Дух Олимпиады вместе с нами. Достойными соперниками оказались команды «Олимпийцы» семьи Царьковых и команда лидер семьи Амиршадян. Конкурсы были разными. Спортивно-интеллектуальный угадать спектограммы, к какому виду спорта относится каждая. На ловкость рук и везение, спортивная рыбалка. Что нам стоит дом построить? Оказывается, не так-то просто его и построить. И семья Амиршадян, которая лидировала, уступила в этом конкурсе соперникам. Но вот в конкурсах, где надо было проявить чисто спортивные качества, таких как бег в мешках, команда лидер вышла в лидеры. Папе Минасу Амиршадян, участнику всех футбольных матчей с Тани Санавской, помогал выйти в лидеры сын Эрик, зюдаист и самбист, призер краевого первенства 2014 года в Армавире под зюдо. Нравится в основном борьба, потому что там идет на физику и на технику, а в других видах спорта там в основном команда и нету такой, ну это самый распространенный вид спорта, очень его уважают в любых странах по сравнению с чем с другими. Он уступает только легкой атлетике. Получаешь настолько сильную нагрузку, после чего очень все болит, но зато сильно закаленный и я редко болею. Итоги подведены и по баллам на первое место вышла команда лидер. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 13 февраля в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы 9-12, ночью до плюс 8 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 6 градусов тепла. Смотрите сегодня сразу после выпуска программы новости спецвыпуск программы «Анапа. Самое яркое солнце России-2014». О самых интересных моментах и участниках 21-й международной выставки расскажем подробно. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова